Всем добрый день! Сегодняшнее видео у нас пройдет немножко в необычном формате. Мы попробуем по аналогии, как стилисты разбирают гардероб, состоящий из модных вещей. Мы разберем косметический гардероб нашей сотрудницы Алены, которая принесла свои средства, которыми она регулярно пользуется. И я попробую оценить, подходят ли они ей, чем можно дополнить этот уход. Может быть, что-то не подходит. Посмотрим, какой у нее тип кожи, какое состояние. И фактически разберем этот косметический гардероб. Расскажи, Ален, как ты сочетаешь эти свои средства? Утром и вечером я наношу пенку для умывания. Умываешься ей, да? Да. А потом я протираю кожу, соответственно, тоником, либо гидролатом. На ватный диск? Да. А знаешь, что можно гидролат, например, использовать не только на ватный диск? Нет. Можно из мелкодисперсного спрея, здесь такой очень удобный, орошать лицо как термальной водой. Также, кстати, можно использовать и тоники с таким мелкодисперсным спреем, не содержащий пав, как наш тоник, например, с гидролатом коллагена, алоэвера. И таким образом ты можешь умыться, оросить лицо интенсивненько, промокнуть салфеточкой одноразовой или одноразовым полотенчиком, и уже можно даже не использовать тоник. А потом что-то наносишь? Дальше я наношу Витаматрикс с отражайкой. Со светоотражающими частичками, да? Ну, как дневной, получается, ты его используешь. Конечно. И, соответственно, иногда по утрам я использую патчи. Хорошие патчи, кимши, я тоже их люблю. Неплохие. А вечером? Вечером я делаю тот же самый уход, только использую крем без светоотражайки. По плотному, да, текстурку. А вот этот Родовит у тебя? Родовит я использую как крем для кожи рук. И мне всегда был интересен такой вопрос, можно ли его наносить на кожу лица. На кожу лица. Смотри, при необходимости, при некоторых заболеваниях, атопическом дерматите, его назначают даже на кожу лица наносить. Но для какого-то такого косметического ухода я бы это не рекомендовала для большинства типов кожи, потому что здесь два достаточно комедогенных компонента. Это эмульсионный воск и вазелиновое масло, которые могут забивать поры и вызывать образование комедонов. Поэтому это, конечно, больше такое медикаментозное средство, чем средство для регулярного косметического ухода. Можно питательный крем наносить вечером, например, более какой-то жирненький по текстуре. Но, естественно, если кожа сухая. Давай посмотрим, какая у тебя кожа. Попрошу тебя на минуточку снять маску. Не знаю, будет ли видно, конечно, на камере, но я отсюда вижу, что у Алены достаточно матовая кожа. У нее практически не видно пор. Это один из самых главных признаков, по которому мы можем идентифицировать сухую кожу сибостатическую. И здесь я, помимо того, что сухой тип кожи, вижу небольшое шелушение, раздражение на щеках. Это что-то такое недавно возникло у тебя? Да, это возникло буквально на этой неделе. Высыпала аллергия на чай. А, ну то есть какой-то ароматизированный чай ты попила? Да, это правильно. Вот, ну то есть здесь состояние кожи немножечко раздраженное. Есть небольшое шелушение, именно которое вызвано аллергии. Но тип кожи нам дается с рождения. Типы, состояние – это немножко разные вещи. У Алены сухой тип кожи. И ей, в принципе, плотные питательные кремы не противопоказаны. Вот, и, например, в качестве ночного, тот, который использует Алена, можно вполне использовать. Хотя там есть в составе, я специально смотрела, что там в составе у него парочка довольно-таки комедогенных таких эммигаторов. Там, Меристел, Меристат в составе. То есть, например, если жирная комбинентная кожа, я бы его не стала использовать. Но он сухой кожей, он, я думаю, проблем не сделает. А также можно взять, например, Гритековский вариант. Питательный массажный крем с поапельсин. Там нет комедогенных компонентов, но он тоже достаточно плотный по текстуре. Имеет в составе масла, масло шима, масло сладкого миндаля, масло какао, таминье. То есть, очень тоже приятный, хороший, еще вкусно пахнет апельсинчиком. И его можно использовать как раз, например, на ночь. Либо зимой, если нужно за полчаса до выхода на улицу нанести что-то более плотное для защиты кожи от перепадов температуры. По поводу умывания. Я краем глаза посмотрела состав. Вот эта пенка, она немножечко будет жестковата, наверное, для кожи Алены. Особенно на фоне того, что у нее сейчас кожа немножко разраженная. Потому что здесь в составе есть белая глина. Вообще, эта пенка предназначена больше для жирной кожи даже. Тут и написано, что она для жирной комбинированной кожи. И по составу. В принципе, неплохой состав. Здесь достаточно мягкий павк, каминопропилбетаин. Апилбетаин используется еще производные натуральные, которые очищающими свойствами обладают. Но вот коалин будет подсушивать. Поэтому вот эту пенку я бы оставила максимум на пару раз в неделю ей. И особенно тогда, когда пройдет уже раздражение. А, например, для ежедневного хода можно взять тоже пенку нашу гильтековскую, которая не содержит тоже агрессивных пав. У нее нет подсушивающих свойств. Она не раздражает ни глаза. То есть можно макияж с глаз смывать, можно с лица. И вот это, например, для ежедневного хода оставить. И, например, учитывая то, что сейчас кожа такая подсушенная, раздраженная из-за аллергии в том числе. Утром можно не умываться с пенкой. То есть утром, если подушка чистая белье у тебя, да, постельная, в чем я не сомневаюсь. И ты не засыпаешь лицом в стоге сена, то можно утром не умываться с пенкой, а взять, например, обильно оросить кожу гидролатом, либо кипяченой водичкой кожу ополоснуть, и потом гидролатом или тоником оросить или протереть. Чтобы восстановить микробиом, который поможет восстановиться защитному барьеру, что как раз полезно при аллергии, можно дополнить уход либо сывороткой пробиоскин, спрей пробиотиками, которая будет восстанавливать полезную микрофлору и барьерную функцию увлажняет. Ещё она очень хорошо. Можно, когда кожа, ну так как себостатическая сухая кожа, она вообще склонна к потере влаги, то можно дополнить уход, например, под крем днём или вечером, утром или вечером, наносить сыворотку 3D-увлажнение, которая, кстати, она сейчас выйдет уже вот в таком формате, не в тюбиках, но состав её будет тот же самый, 3 вида гиалуроновой кислоты, пептид дифопарин, который регулирует уровень влажности, и сок алоэвера, который как раз тоже обладает иммуностимулирующими свойствами и успокаивает кожу. Вот так можно дополнить уход, и, в принципе, такой комплекс вполне имеет право на существование. И этот косметический гардероб мне в целом понравился. Я тоже. Довольна своим гардеробом. Ну, то есть то, чем мы дополним, ты вполне можешь, как говорится, взять на вооружение, и, соответственно, успехов тебе! Спасибо! Вот мы разобрали Алёнин гардероб косметический. Если вам такой формат видео, как сейчас говорят, зашёл, пишите в комментариях, стоит ли вообще побольше уделять времени в наших видео косметической химии, разбору составов, каких-то формированию комплексных уходов для различных типов кожи. Можете посмотреть, кстати, наше видео из магазина «Галерея косметики», где я тоже пытаюсь собрать косметический такой капсульный гардероб для различных типов кожи и состояний. И, собственно, буду очень благодарна за лайки, за подписки на наш канал. И увидимся в следующих видео! Субтитры сделал DimaTorzok